Не подлежит восстановлению вообще. Вот это врезалось в папу. И вон провода торчат. Какой он тёпленький. Печенье с предсказанием. Давай посмотрим, что там у тебя написано. Так много. На, эту машину битую, и они будут проверять. Всем приветик, доброе утро. Собираемся в школу. Девчонки сегодня ушли рано. 7.30, а нам 8. Так, уже, кстати, уже 8. Пойдём, Макс, Каролина. Пойду, отведу. Пойдём. Обуваться уже всё. Пойдём. Сидят, вон смотрят телевизор. Как будто бы и не надо в школу идти. Я знаю, что вы не хотите, а надо. Детей отвела. Хожу по квартире, ищу собаку. Везде уже пересмотрела. И под кроватями, и везде. Знаете, где она лежала? Она вот здесь вот, на этом пингвинчике. Иди сюда, вон. Иди сюда. Вот так вот она здесь спала. Её за шкафом не видно. Лежит такая спокойная. Я думала, на улице, может, её забыли опять. Нет, на улице нет её. Она тут спит спокойно, даже не откликается. Обычно она, когда дверью хлопаешь, приходишь, уходишь, она гавкает. А она не гавкает. Деловая. Чё ты там нашла? Носок? Ну-ка, дай. Опять носок нашла. Унеси на место. Боня, унеси на место. Унеси давай. Иди, унеси на место. Ай, собака-собака. Ксюшу потеряли? Пришли без Ксюши. Ксюша ещё в школе. Мамы, тряпка карта. Где? Заберет. Ну и что папа потом заберёт сам? Смотри, я там хочу пример. Математика? Что, шестёрку, что ли, получила? Смотри. 5-1. Я думала, шестёрка. Ну, молодец. Ну, молодец. 51 пункт. Да? Правильно. Ну, молодец. Молодец. А я бы сначала показала шестёрка. Я увидела, что там какая-то... Как шестёрка как будто была написана. Ну, пятёрка тоже хорошо, замечательно. Папа сегодня поехал на работу рано утром. И в него врезалась машина. Ну, ничего не случилось. Всё нормально, всё живы, целы. Машина немножко пострадала. Та машина, которая врезалась, она вообще очень хорошо помялась. Она не подлежит восстановлению вообще. Вот. У нас багажник. Дверь багажника там треснула. Ну, сейчас пойдём посмотрим. Я тоже хочу. Вот. Ей нужно теперь в ремонт. Представляете, машина новая. Нашей машине три месяца. Ну, я тебе фотку ж показывала. Ну, с другой. Ну, с другой машиной у неё всё, весь перед помятый. Вот. Вот эта вот машина. Вот эта врезалась в папу. Вот у неё весь капот. А кто был? Девушка или... Нет, парень. Парень, который наш сосед. Какой сосед? Напротив в доме живёт. Вот это? Да. Это не папина вина. Папа хотел пропустить по зебре человека на велосипеде. Хорошо? Хорошо, этот человек не успел пройти в зебру, потому что папа где-то почти на 10 метров улетел вперёд. Если бы велосипедист уже прошёл где папа, папа бы его утащил. Нет, ничего не случилось. Папа пропустил, получается, человека, а тот сзади, видимо, не увидел, он в другую сторону смотрел. И врезался. Папа! А мне? Здесь? Нет, я столько разрушу. Нет, я столько со мной. Вот здесь вот, помнишь, была какая-то штучка чёрная сверху? Она улетела вообще. О, Господи, смотри. И вон провода торчат. Ой, больше всё поломано. Смотри, провод оторванный. Ну, та вообще, та уже в мусорку её. Вот, смотрите, вот это треснуло. Смотри. Треснуло вот это что-то. Ой-ё-ё. Без жертв, самое главное. Самое главное, что все живы. А тут же папа не уважает табаку. Когда ты оставляешь машину на ремонт, тебе дают другую машину. Какую? Да любую какую-нибудь, какая у них есть. В аренду, типа. Ну, они дают тебе бесплатно, получается. Сама вот эта вот... Сам гараж, где делают машины, они тебе дают машину свою. Они свою дают, чтобы ты ездил на работу, понимаешь? Он же не будет на велосипеде ездить. Вот. Машинка, машинка. Ну, крепкая она оказалась, а? Там машина вообще в смятку. Весь перед помятый. Снова активировать приложение, обновить и текущую вкладку. Обновить. Она всё равно не работает. Я не знаю, почему. Я влог загружаю. Поздновато, конечно, но я только смонтировала. Так, сегодня вообще-то чёрная пятница. Блэк Фрайдэй. Блэк Фрайдэй. У нашего папы сегодня чёрная пятница. Неудачный день. Вот у него реально сегодня чёрная пятница, да? Ну почему? Почему сегодня? Ну почему сегодня? Тегче? Да. Ну вот так и ходи с этой повязкой. Она сегодня руку потянула. Где, на спорте или где? Нет. Ну, нах мы так. А что ты делала? Я села. Села, потом рукой вообще... Села, поела. Села, потом рукой-то, пум. И было очень сильно так назад. Ну вот, потянула. Теперь так ходи с бинтиком. Меньше шевели. Ой. Боня, жёлтый или розовый? Какой? Ну-ка, где мячик? Где мячик? Вот это ты скажи, я девочка. Мне нравится. Шшш, все. Она там видео снимать, я второй раз ей мешаю уже. Я просто хочу сказать, что мы уходим. Пока. Куда? В Конфора мы поедем съездим. Почему? Просто посмотрим, что там есть, интересно. Я в на английском? Ладно? Угу. Вернулись мы наконец-то домой. Маргоша ещё на день рождения. Она за девяти. До девяти? Она в пять ушла. Фух, всё, наконец-то покушать. Как долго было. Там знаешь, какие пробки? Нас этот навигатор вообще отправил в какие-то поля, через поля, через леса. Как твоя ручка? Болит? Правая или левая? Мам. Правая? Мотри, миньон. Мам. Миньон, да. Ой, сумочка какая миньон. Купила вот такой вот пледик. Не знаю, куда ещё его постелю, но мне он очень понравился. Прям такой зимний орнамент, красивый рисунок. Что ты сразу нюхаешь? Максу нравится нюхать, он вечно всё нюхает. Макс. Это моя сторона. Да. Такой плед, он большой должен быть. Ну-ка. Какой он тёпленький. Ввязанный прям. Это? Это нет. Да, это в Конфораму. Нормальный укрыться, да? Круто. Вот так вот лечь. Сейчас. Вот так вот лечь и лежать. Ммм, красота. Тепло. Нравится? Мне тоже нравится. Надо было, наверное, ещё такое взять. Макс, тоже будешь укрываться? Вот так вот. Ой, такие милые. Вот так, в обнимку. Подарки выбирают на Рождество. А вы хотите... Да. А вы хотите подарки на Рождество или на Новый год, как в прошлом году? На Новый год. На Новый год? Да. На Новый год. Ого. Спасибо. Мерри, я хочу посмотреть, как она тебе. Взяла ещё один плед, красный. Вот такой вот. Тёпленький. На, Бонни, это тебе. Это мне Каролина. Да, это тоже Каролина. Смотри. Ну-ка смотри, спускайся сюда, я не вижу. Так, дай я тебе посмотрю. Это ты Каролина купила? Да. Каролина. Крабится? Так, спасибо. Пожалуйста. Мне ещё удивительно. Нет, я же рад купать. Тебе такое тоже купить? Нет. Нет. А в чём ты будешь? Ты мне скажи, пожалуйста, в чём ты будешь это? На Новый год или на Рождество? Не буду я. Ты же не будешь в одежде белялишь, правильно? Добрый. Нет, Ксюша, так нельзя. Вот ещё штанишки. Станишки. Станишки, да. На вот зелёную кофточку. Не знаю, большие, небольшие, но я на размер больше взяла. И вот такая вот кофточка, толстовочка. Вот это вот. Тебе шапочка нравится, Каролин, мини-маус? Да. Да? Да. Прикольно. Есть побольше. Есть побольше, но это как это для мальчиков больше. Красиво. А что вы, девочек? Зелёненький. А, а сама не та. Носи на здоровье. Опоздала Маргарита почти на 10 минут. Почти на 10 минут опоздала. Угу. А, тебя довезли? А, ну хорошо. Печенье с предсказанием. Давай посмотрим, что там у тебя написано. Так много. Ну-ка. Что там написано? А, это не предсказание, это просто... А, какая-то информация? Да. Ты уже знаешь, что... Ты уже знаешь, что бля-бля-бля-бля-бля-бля, кто-то поймёт, что там бля-бля-бля. Ну ладно, короче, это не предсказание. Знаешь, как в ТикТоке делают? Надевают на голову, а потом прыгают, и ёлочка получается. Видела? Ага. С пледиком, только зелёного цвета. Или другие одевают пледик. Ага. Потом на очки. А что получается? Очки на плед? Такой мягкий, а он как мой, да? Вот он. Мягенький. Это как серенький, есть же у вас? У нас же было два серых. Да, было два, где-то ещё должно быть. Давай спать, пойдём, место, 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 место. Место, место. Ксенечка, ты не спишь ещё? Или спишь? Или не спишь? Или спишь, не спишь, спишь, не спишь? Давай, ты что думаешь, одеялка? Может, тебе, это, включить отопление? Она включена? Ага. Точно. Телефон где? Давайте ещё спокойно ночи. Всё, будем спать. Идём. Мы будем спать. Было, не идём. Ой, кстати. В общем, сказали, что машину им нужно привезти в воскресенье. Они папе дадут другую машину, чтобы он ездил на работу. И эту машину битую они будут проверять. Если у неё кузов покосило, ну, в общем, задняя, да, часть, перекосило её от удара, то, значит, нам дадут новую машину. Такую, в таком состоянии, в каком мы купили. Мы, получается, мы купили абсолютно новую машину 2020 года. Если нет, всё нормально, ну, хотя я сомневаюсь, потому что они уже там посмотрели. И, ну, если вот так вот они со стороны увидели, что вроде как там неровно, то, я думаю, компьютер сразу это определит. Электронику нужно починить, потому что там не работает никакие датчики не работают. Вот, когда паркуешься, она даже не пищит. Вот, и, ну, в общем, решат они это воскресенье. Если ремонтировать, то ремонт займёт он недели две, может быть. Вот так вот. А если новую, то они будут, наверное, её откуда-то привозить, я не знаю. Если она где-то здесь есть, у них такая же, то нам сразу поменяют машину. Если нет, то нужно тогда, по-моему, ждать, пока её из Франции пригонят, потому что эта марка французская. У них магазин, фабрика во Франции. Вот. Ну, в общем, вот такие вот дела. Жалко, конечно. Ну, вот, что хорошо, у нас здесь в Швейцарии есть такие страховки. Которые это всё восстанавливают. Конечно, не позавидуют той страховки, которая у этого человека, который врезался в папу. И им придётся оплачивать полностью стоимость машины новой. Вот. И, ну, получается, мы ничего оплатить не будем. Нам просто либо отремонтируют, либо дадут новую машину. Вот такие дела. Так что будем ждать. Посмотрим, потом вам всё расскажем, что да как. Ну, машина ездит, конечно, всё нормально. Фары работают. Ну, иногда, знаешь, электроника гонит. Включается. Например, включается карта. Этот навигатор включается, если его не включаешь. Куча лампочек загораются на табло. То, что там какая-то ошибка, поломка. Отремонтируйте. Начинает пищать периодически. В общем, электроника сбой дала. Бонечка прибежала со своей собачкой. Вот. Поэтому будем надеяться. Ну, в принципе, нам... Нам самое главное, чтобы машина была целая у нас. Новая, отремонтированная. Ну, хотелось, конечно, чтобы нам новую дали. Всё-таки небитую. Чтобы она у нас была небитая, новая. Такую, какую мы её купили. Вот. Поэтому. Посмотрим. Ладно, ребят, мы будем собираться спать. Потому что у нас уже почти 13 часов ночи. Сюнчик уже спит. А Бончик хочет играть, как всегда, на ночь глядя. Всё. Скажи пока. Скажи пока всем. Скажи всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok